Когда-нибудь тут будет крутое интро. Приветствую всех, с вами Феномен, сегодня мы поговорим в необычном формате, у вас перед глазами Хардстоун на фоне мой голос, и собственно мы пообсуждаем новинки, которые добавили в Хардстоуне. Мне часто писали о таком формате, типа Фен, надоели вот эти вот там монтажи, вот это вот все, просто попытаемся какой-то сделать сухой вот такой, не то что обзор, а просто я хочу высказать некоторые свои мнения насчет того, что добавили вот там батл пасс, вот этот вот. Когда ты делаешь обзор, люди как-то воспринимают его, что ты вот по бумажке читаешь текст, и такой типа не настоящие твои какие-то эмоции выдаешь. Поэтому сегодня мы посмотрим вот в таком виде, в таком формате, не знаю, если вам это нравится, ставьте лайк. Ну, конечно, понятное дело, я буду подрезать какие-то моменты, но в основном это будет почти как подкаст такой, чуть ли не лайвовый. Поэтому сегодня мы посмотрим все, что вот выходило. Самое, конечно, главное, интересное, это у нас, конечно же, открытие аккомпле... нет, это, конечно же, дневник, он же вот этот вот батл пасс там с заданиями, со всей вот этой вот хурмой. Как вы знаете, у нас добавили теперь новые квесты, больше квесты не дают голду, они дают экспу. Вы спросите, нахера нам это экспа, а экспа для того, чтобы качать нашу собственную вот эту вот ленту наград. Ну, а в самой уже ленте наград нам дают, собственно, золото, там всякие плюшки, вот я немножечко уже качнул. Ну, я очень мало играл, потому что был занят, собственно. Ну, и вообще как-то мало видосов выпустил по новым там картам и так далее, поэтому решил что-то такое снять для вас и вместе посмотреть, насколько это профитно, насколько нет. Я купил, естественно, пропуск за всегда Тая, потому что без него, мне кажется, не так прикольно. Тут все-таки куча всяких скинов дают, буст еще и по экспе, там монетки и карту дают, хотя не знаю, почему дали золотого Сайлоса, если его и так давали там, не помню за что, но, короче, то ли за предзаказ. Короче, он у меня был золотой, но его дали еще раз. Нахера? Непонятно. Прежде чем мы продолжим, хотел бы попросить вас обязательно посмотреть следующий ролик и помочь мне в том, о чем я вас там попрошу. В этом году игра Викинги отмечает свои 5 лет. За это время в игру играет уже более чем 20 миллионов игроков, которые состоят в сотни тысячах различных кланах и борются за звание сильнейшего ярла. Если хотите помочь моему каналу, то нам нужно собрать всего лишь 30 скачиваний, просто качайте по ссылке и проходите обучение. Если вы не знаете игру Викинги, то это многопользовательская онлайн-стратегия, события которой проходят в мрачных землях Скандинавии. Вам нужно строить собственную крепость, добывать ресурсы, нападать на других игроков или боссов, вступать в кланы и защищать как свой замок, так и честь клана. Но самое прикольное это новое обновление Хельхейм. Это пошаговый забег, где вы спускаетесь в катакомбы Хельхейма и проходите различные комнаты, параллельно убивая врагов и лутая разный ценный лут. Режим многоярусный и вообще никогда не знаешь, что ждет тебя за той или иной дверью. Это может быть сундук с сокровищами или злобный разбойник. Ну, кстати, там интересная система боева, как в очень старых ламповых браузерках. В целом, в игре есть что делать и она способна затянуть вас на очень долгое время. А еще помните, я говорил, что у Викингов юбилей в этом году? Так вот, вы можете, играя, поучаствовать в конкурсе на новенький iPhone 12 Pro и MacBook Pro. Условия простые. Чтобы получить iPhone, нужно дойти до 15 уровня дворца до конца ноября. Это, кстати, несложно. Я уже качнул пятый уровень, потратив пару минут. А вот MacBook Pro получит тот, кто до конца ноября прокачает свой дворец до максимума. Результаты конкурса 3 декабря. Так что переходите по ссылке в описании, скачивайте игру. И знайте, что каждое скачивание помогает мне в развитии канала и создании контента. Спасибо всем. Проспас завсегда та. Ярмарка включает. Награды, которые можно получить такие, как декоративные монеты, бла-бла-бла. Ну, там они с каждым левелом. Ты левел качаешь, там дают всякие вот скины. Вот мне на мага дали скин. Бонус к опыту. Золотая легендарная карта Сайлеса. Все награды можно получить только на выходе нового дополнения. Я считаю, что это отличное вложение. Типа, да, в принципе, если в целом смотреть на обновления с дейликами, то оно вроде бы как невыгодное на большой дистанции. Но мне кажется, так намного интереснее играть. Сейчас объясню почему. Потому что у тебя идет кач, фарм, гринд, да, называйте как хотите. Раньше он был просто, ну как, ты сделал там пару дейликов, и на этом твой гринд как бы все закончился. Сейчас ты можешь гриндить до победного. Там вроде 150 левелов или сколько. Ну, короче, очень много можно гриндить, гриндить, гриндить. И потом еще получить какой-то бонусный уровень, дополнительные награды. И получаете по 150 золота за каждый уровень после 50-го, вплоть до 150-го левела. Что после 150-го, никто не знает. Скорее всего, ничего не будут давать, но... Но пока так. Так, выберите облик героя, требуйте 50-й уровень. То есть тут еще вот облики будут даваться. На самом деле, вложение очень крутое. И вся вот эта вот система с таким неким батл пасом, или не знаю, как его назвать, мне в принципе нравится. Объясню почему. Это больше заинтересовывает игроков. Все вот эти ачивки, все вот эти штуки заставляют игроков больше играть. В этом есть смысл. В Хардстоуне ты играешь, ну, я и так играю его много, да, и ты ничего за это не получаешь. Это вот как люди, которые играют в ладдер, берут легенду и потом там еще дрочат в этой легенде, хотя смысла в этом нет. Ты за это ничего не получаешь. Или тоже БГ, да, ты играешь, и ты за это ничего не получаешь, кроме цифр. Цифрки, ну, как бы, кому они нужны? Никому. Здесь же ты играешь, фармишь ачивки. У тебя есть какой-то левел, ты можешь флексить этим левелом, что вот я там качнул такой-такой-то левел. Это мелочь, но вот этот вот эффект прогресса и накопления чего-то, он намного приятен. И, конечно, пришел со всяких там типа кинди-крашев, да, да, короче, с мобильного гейминга. И в целом он работает и заставляет людей лучше относиться, как бы, ну, ты что-то получаешь за свой труд. Это всегда круто, это всегда круто. Другое дело, стоит ли оно того, если ты играешь там 20 минут в день. То тогда, наверное, нет. Потому что за тебе 20 минут ты мог сделать там этот один дейлик, да, и типа забить хрен. Здесь же тебе нужно попотеть, там что-то пару хвистов пройти туда-сюда, что-то по... Ну, хотя, с другой стороны, хвисты все равно остались. Они не сказать, что суперсложнее стали. Сыграется три матча за мага, шрица и разбойника. То же самое. В принципе, кстати, мне нравится их оформление. Стали намного прикольнее, чем вот эти старые свитки. И, как мы видим, тут еще дополнительные слоты есть. Соответственно, если вы, наверное, пропустите там какой-то день, то он засейвится. В целом, новая вот эта вот вообще вся вот эта вот лента и раздел этого дневника мне нравится прям очень. То есть, вся задумка... Ну, мы еще перейдем потом в следующий раздел. Короче, если вкратце, я считаю, что вложение в... Если вы, ну, много играете, если немного, то, наверное, не стоит покупать тот же пропуск завсегдатая. Но если играете много, то реально стоит. Потому что плюх дают очень много. Хотя, если так посмотреть, да, то не так уж и много. То есть, тут какая-то экспа. Тут скин-скин, скин-скин. То есть, дают только то, что сверху. Ну, а тут рубашка какая-то есть прикольная. И герой тоже ничего такой. Тралл скины неплохие. Там буст по экспе. Вот здесь магичка опять прикольная. Култироса Джайна. Здесь тралл прикольный. То есть, что-то дают. Вот на 50-ом монетка. Мелочь, но все равно прикольно. И бонус. На самом деле, если так посмотреть, то наград не так уж и много. Это пару скинов. Но и стоит он всего лишь... Ну, не супер там дорого. Я что-то, по-моему, 20 евро отдал или что-то в этом районе. Может быть... Ну, если вы там не скин от дрочер, да, и так далее, то, понятное дело, что это покупать не надо. Если вам пофиг там на каком скине играть, то вообще забейте. Просто проходите дейлики и так далее. А мне как коллекционеру, да, и как игра в принципе. Это коллекционно-карточная. То есть, ты что-то собираешь, что-то коллекционируешь. И облики, и атрибуты, и всякие, типа, там, другие монетки. И это все идет в коллекцию. Это все собирается. И это то, что мне нравится делать, да, то есть накапливать. Я даже, если кто помнит мои старые стримы по Ведьмаку, я собирал все мечи в игре. То есть, у меня был склад со всеми мечами. Так и... Ну, ладно, я не все собрал, но я пытался собрать просто все мечи, которые мне выдавали. И потом мы просто заходили, у меня инвентарь лагал. То же самое и здесь. То есть, подобавляли кучу всяких скинов. За то, за сё. Другое дело, качество этих скинов. Ну, не знаю. Ну, можно поспорить с некоторыми, но некоторые есть прикольные. То есть, вот... Непонятно, правда, почему так много одинаковых. Типа, да, там, три джайны, три трала, там, и туда-сюда. Но они как бы прокачиваются, я так понимаю. Или как это работает? Короче, очень странно. Или это один скин, который будет потом просто улучшаться. Но в конце вы все равно там получите кучу всяких скинов. Тут еще по 300 голды. Такие прям жирные награды, на самом деле. Но в целом там уже подсчитано, что вроде как невыгодная. И игра стала наоборот, как бы, хуже относиться. Но мне кажется, что пусть награды стали меньше, но зато в игру стало интереснее играть за счет вот этих вот фарма и прохождения, и накопления вот этой вот экспы. Потому что раньше, ну, типа, ты получаешь за класс, там, этот 60-й левел, и что дальше? Ничего, здесь ты просто копишь. Вот теперь у тебя есть еще одна шкала, которую ты можешь качать, качать, качать и качать. Это не есть что, но, типа, нормально. Дальше перейдем, наверное, к достижениям. Пока вообще непонятно, нахрена нужны вот эти вот кристаллики. Вообще непонятно. Но дейлики, ачивки, это прям, ну, мне лично супер нравится. Я, понятное дело, буду их там гриндить, задрачивать и пытаться сделать все, там, пытаться пройти все. Другое дело, непонятно, зачем вот эти вот кристаллы. Вот у меня их 7200, и мне их некуда потратить. Да, здесь бывают такие сложные всякие достижения, за которые дают экспу, которые отлетают, собственно, в ленту награды. Я думаю, что через какое-то время, что 150-й левел, на самом деле, ну, не такой же большой. То есть, если играть прям много, делать всякие ачивки, то это, ну, эту ленту можно будет быстро пройти. Я думаю, что от сета к сету она будет просто обновляться. Или как-то, ну, по-любому будет какая-то ротация, а не может быть такого, что оно просто, типа, закончится на этой, на вот 150-м левеле, и все, типа. Я думаю, что, скорее всего, он будет как-то прокачиваться, улучшаться, и еще какие-то плюшки будут добавляться. Просто такая первая версия, добавили сейчас пока вот, кто там дойдет первой до 150-го, потом будут еще что-то добавлять. Сто процентов, я просто уверен. Или будут какие-то там дополнительные штуки делаться. То же самое с достижениями. То есть, есть по игре, есть по прогрессу, по коллекции. Как мы видим, здесь еще есть три пункта, которые тоже, скорее всего, будут относиться к чему-то. Здесь вот коллекция, что ты собирал, что не собирал. Но прикол в чем? Эти монеты, я думаю, тоже будут где-то использоваться. Сто процентов. То есть, возможно, какую-нибудь рубашку можно будет за них купить. Типа, знаете, там, задрот ачивок или какая-нибудь такая история. И по-любому, просто сто процентов, они тоже будут куда-то использоваться. Ну, не может быть такого, что их нельзя будет никуда потратить. Сто процентов куда-то можно будет их закинуть. Надеюсь, конечно, на что-то такое, что там, не знаю, может быть, даже какую-то карту можно будет получить. Типа, аукционы. Аукционы, за которые можно будет прикупить. Типа, как алду игры. Хотя, если ты часто играешь, у тебя куча ачивок сделан. Зачем тебе какие-то левые карты? Это тоже непонятно. Но, скорее всего, я думаю, что можно будет, скорее всего, какую-нибудь монетку, вот, купить новый скин на монетку, там, какой-то... Ну, какие-то кастомные вещи, сто процентов, можно будет за них покупать. Непонятно, правда, какие, но какие-то можно будет. Это, ну, просто не обсуждается. Потому что, если что-то накапливается, ну, не может быть, что оно просто вот... Флексити тем, что у вас там 7000 этих кристалликов, не знаю, как их называют, короче, вы поняли. Да, не знаю. Задумка с достижениями, ее хотели реализовать еще на самом, ну, на первом релизе в 2014 году. Там на старой картинке было показано, наши задумки. То есть, там были ачивки еще тогда, там, 6 лет назад, они о них думали, вот, наконец-то их ввели, и слава богу. Я очень тоже часто про них говорил в разных видосах, то, что ачивки ачивками, они нужны, и вот мы их получили. Реализованы они прикольно, хоть они всегда правильно работают. Ну, вы знаете, там, когда ачивку делаешь, слева, слева, снизу, там, шрифт просто улетает куда-то. В целом же, интересная штука может смотивировать игроков играть, потому что, ну, в Хардстоуне реально не хватает мотивации, вот, играть и что-то гриндить, потому что тебе за это ничего не дают. Даже сраные кристаллики могут кого-то смотивировать поиграть и поделать какие-то квесты. Я сам по себе это знаю. То есть, вот эта вот вещь с накоплениями очень распространена и популярна среди задротов, да, и так далее. Поэтому мне очень симпатизирует данная подача, собственно, контента. Понятное дело, если ты новичок, то, скорее всего, ну, не так все кладко и все прекрасно, потому что будет крайне сложно качать там этот левел. Но, когда ты олд, куколд, то тебе, в принципе, тебе, в принципе, плевать на эти награды, но вот какие-то скины пополучать, да, прикольно. Короче, какое-то такое мое мнение насчет этой ленты. Насчет ачивок я тоже сказал, насчет деликов я тоже сказал. Профиль, то, что добавили в профиле, ну, это, конечно, статистика смешная, прям, я не знаю, что это за статистика, но в целом, ну, вот так выглядит, да. Я думал, будет как-то побольше инфы, но, по сути, ничего не поменялось. Они просто там перенесли, как-то покрасивше сделали, но в целом это то же самое, что было и до этого, добавили сюда дуэли. Как бы, как бы-то и все. Ну, и последнее на сегодня, это, конечно, режим дуэли, который нам добавили. Все уже его прекрасно знают, кто-то поймал его в Твиче, когда были вот эти вот все истории с дропсами и так далее. Что я могу сказать? Я наиграл не так уж и много, даже там рекорд побед 6, да, но я много смотрел стримов, где чуваки делали там и по 12 побед. В целом, играть интересно, но мне кажется, что очень быстро оно надоест. По одной большой причине, что понятно, что за них потом будут давать какие-то там награды, и тут будет, видите ли, героический рейтинг и все дела. Дрочить на эти цифры не очень хочется, вы знаете, что я как бы не любитель этого всего. Но вариативность есть, но проблема в том, что ее задушат ОП-шные сборки. ОП-шная какая-то одна сборка, которая просто овнит все. Выделится какой-то костяк для каждого класса, ну то есть мета какая-то появится. Будет там 2-3 класса, которые полностью доминируют, там сейчас это какой-то маг, да. Разные на самом деле там сборки есть, короче, тебе на самом деле там как повезет с этими сокровищами. Пусть их там и понерфили, но все равно. Первые дни, когда выпустили, там маг вообще овнил все и вся. И в этом вся проблема, что люди не будут фаниться, не будут экспериментировать, а будут просто нетдекать. И нетдекинг убьет этот режим просто вот, ну совсем. Потому что, еще раз, арена, она рандомна, да. То есть ты не собираешь как-то там из своей колоды, у тебя нет какого-то там костяка из 16 карт. Карт много, постоянный рандом в плане выбора карт. Здесь же нет. Ты собираешь костяк, ты понимаешь, что тебе вот, ты будешь агроколода, да, ты там первых, первых трех оппонентов будешь убивать тем, что будешь ему просто в лицо кидать фаерболы, а за счет того, что там 25 хп, то они будут отлетать супербыстро. И в этом вся проблема. То есть ее, ну этот режим просто погубит нетдекинг. Чуваки, которые дрочат на рейтинг, которым плевать, что там типа фан не фан, они будут брать просто самую оптимальную колоду и будут на ней убивать. Да, конечно, могут не прокнуть какие-то сокровища и это как-то спасает, но в целом мне кажется, что получится, ну не очень. Он веселый, он прикольный режим и в него интересно играть, но он вообще не альтернатива. Ну типа это настолько вот прям, когда ну совсем нечего делать. Такой зашел, типа быстро покидал картонки, там сокровища не прокнули, такой, ну и ладно. Делать из этого какой-то компетитив, типа добавлять сюда рейтинг, чтобы люди как-то сражались. Ну типа тут настолько неконтролируемая фигня с всякими обилками, рандомом и сокровищами, которые там есть некоторые прям ну убер сильные. Намного сильнее тех, что как обычно падают тебе и какие-то классы сильнее, чем другие. Ну это всегда, да, было это всегда и будет. Это понятно, это такая система в карточных играх, что всегда кто-то доминирует. Вот это нормально, это обычно. Обыденность. Мне нравится этот режим, я в него поигрываю, ну как могу, да. Но я почему-то думаю, что ну для меня лично он там арену не заменит, например, да. Арена до сих пор останется для меня, типа ван лов. Является ли это какая-то замена ладером? Да, она в принципе не должно быть заменой ладера. Да, будет какой-то костяк людей, которые играют в дуэль, какой-то костяк, который играет в ладер, какой-то играет в арену. Все, все, кто-то играет в БГ. Поэтому в целом то, что добавили режим новый, это неплохо. Насколько этот режим профитный, пока непонятно, потому что за него непонятно, что будут давать. То есть никаких наград нету там, ну то есть за победы там, да, эти 10 голды. Ну на этом как бы все. Плюс какие-то ачивки там поделать и большинство ачивок, кстати, застроены на дуэли. Ну понятное дело, чтобы как-то популяризовать этот режим. Но не знаю, в целом, наверное, я не думаю, что он будет прям какой-то топовый прям режим. Хотя, может быть, его пересмотрят, переделают. Я знаю, что многим нравится данжен. Многие играют в забеги кобальдов и катакомб даже до сих пор. Даже я как-то на стриме играл. Короче, в этом есть что-то прикольное. За счет его вариативности и какой-то подбора там карт. Учитывая то, что здесь можно менять мету. Они же не все карты дают тебе выбрать. Там можно какие-то отдельные сеты убирать, добавлять. То это постоянно будет какая-то ротация. Главное, чтобы она была, ну, чаще, чем там раз в один аддон. Иначе, ну реально. Типа за одну неделю находятся оптимальные колоды. И просто они доминируют. Ну невероятно. Просто идет доминация над другими классами. Особенно если тебе подфартить с сокровищами, то ты все. Ну просто неостановим. Неостановим. Там, как пример, это Пейнфлингер. Или как его зовут? Ну короче, 1-1, который стреляет на 1. И когда ты играешь заклинание, возвращается в руку. Есть сокровище, которое дает яд существу, который за 2 маны, по-моему, и меньше. И вот ты просто ставишь Пейнфлингера. Он ядом стреляет в любую карту. И контролит просто любой дроп. Ты просто стреляешь, убиваешь. Возвращаешь его в руку, стреляешь. Возвращаешь в руку, стреляешь. И вот так просто бесконечно это делаешь. И контролишь весь стол противника. И это прям убер-крутая история. И таких абузов на самом деле очень много. Понятное дело, что не всегда это прокает. Не всегда это работает. Но тем не менее, есть прям оверсильные штуки в этой дуэли, которые стоит понерфить или стоит как-то присмотреться. С другой стороны, нерф идет в том, что тебе может просто это все не прокнуть. А если прок, то ладно, ну типа иди до конца. Не могу ничего сказать по картам, потому что большую часть карт я сам не видел. И может быть стоит сделать какой-то обзор. Может быть на стриме. Сегодня мы будем открывать новые паки. Поэтому приходите на стрим. Скорее всего будет бухлострим. Но он будет на твиче. Поэтому подписывайтесь на меня. Есть паки еще готовы. Вот такие были мои мысли. Не знаю. Подписывайтесь, ребята, на канал. Ставьте лайк. С вами был феномен. И ждем релиза. Будем смотреть. Пока очень спорные есть моменты. Но в целом мне нравится. Мне нравится задумка дневника. Мне нравится новый режим. Но он всегда какой-то, вот знаете, с каким-то сподвохом. Вот реально. Близзы как что-то делают. Вечно ты ждешь какой-то подвох. Лишь бы это не был бы хуй. Субтитры сделал DimaTorzok